14-го Снежняя старшиня Гомельска-Габлова-Конкама провел прямую телефонную линию, подчас которой поступило больше 40 звонков. По доручению Геннадия Соловья некоторые огученные питания были выражены в тот же день. Для других потребовался час. Сегодня наши корреспонденты подчеркнулись с Робленным. Парк фестивальный по площади, напевно, другие у Гомеля. А тому и для подтримания его упорядку потребны и силы, и сродки. Два тыдни тому Гомельчанка поскорделася на то, что в парку не убираются листья, изломанные галинки дрыл. Масштабные работы по наведению парадков распочались практически одразу. Зараз фестивальный стал значно большистым, хоть работы по доброму парадкованию еще протягиваются. Что тыжится еще одной огученной проблемой ремонту некоторых парковых дорожек, то администрации Советского района плануюсь провести отповедные работы в наступном годе. Еще одно пытание, которое находится у стадии выражения – будовництво пандуса. У доме номер 12 по улице 60 год СССР. У Вогульяго повинны были уже сдать у эксплуатацию, але перешкоджают постоянные дожжи. Але у любым выпадку и гэтае доручыння будзе выканана. Инвалид Калясычник, який потелефановал губернатору, реакцией на свою просьбу задоволены. Меня выносили на руках, друзья. Ну и поднимали. Или я уже на крайнем случае, это, по перилу шел, чуть ли не полз, вот так вот спускался. Ну, невозможно было. Пандус, если на нем было съехать, это разогнаться можно было до богатыря магазина. Это самоубийство, это. А сейчас делали более-менее, я еще не правду не пробовал, но должно получиться. Еще одна просьба, с которой звертались жихары в улице 60-го СССР, тычилася несанкционованного гандлю продуктами харчаванья каля гипермаркета. А праша того, что таки продаж не отповедал санитарным потребованиям, он еще створал шмат проблем для людей. Прайсти по тротуары, помеж импровизованными родами, было складано. Теперь товары пропануть только у отведенным для этого места. Еще один адрес в улице Чкалова, частка, якой рыхтуется под забудову, шмат поверховыми домами. После взносу одного из будинков у выход на соседнюю территорию оказался фактически свободным. После взвороту на прямую линию плясовку обгородили. Отразу не хапило некольких листов, а летя пер и их уже усталявали. По обращению гражданки на горячую линию в Гомельский обл. сполком, было принято решение произвести ограждение данного строения от застраиваемого микрорайона при помощи декоративного забора из металлопрофиля. Дом Гомельшанки и Людмилы Махаевой так само будет знесены. В связи с чем, женщина отримала новую квартиру. Вот только заселиться у нее не смогла. Женщина налишила 10 недопросовок, которые покинули после себя будуники. А ликвидовать недохопы и они не спешались. После звонка на прямую линию все выправили за три дня. Правда, один момент для Людмилы Махаевой застался незразумелым. Ей отмывались покласти плитку, каля раковины у кухни. Почему должна квартира быть хуже той, которая есть у меня? Она же одинаковых потребительских качеств должна. Вообще, я очень благодарна нашему новому губернатору. Молодец. Пускай хорошую команду собирает, чтобы люди все-таки... Защита, чтобы у нас была у простых людей. Чтобы знали, что ты обратился, и тебе обязательно помогут. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадиокомпания «Гомель».